Всем привет и добро пожаловать на мой канал, меня зовут Юля, сегодня мы с вами снова будем говорить о моей коллекции косметики и наша тема дня это пудры. Давайте начнем пожалуй с пудр рассыпчатых, потому что они для меня самые любимые и самые полезные. В моем понимании пудры делятся на рассыпчатые и спрессованные. Рассыпчатые пудры в моем понимании предназначены исключительно для фиксации макияжа, а спрессованные пудры они могут иногда фиксировать макияж, но в основном они на мой взгляд опять-таки предназначены для улучшения внешнего вида нашей кожи, то есть для того, чтобы например сгладить поры, чтобы выровнять кожу, чтобы придать ей сияние или же наоборот мотирование. Вот такая у меня градация, поэтому начинаем мы с рассыпчатых пудр, так как они на мой взгляд самые важные. Самая любимая в последнее время рассыпчатая пудра это пудра Our Glass. Большую часть моего косметического времени моей любимицей была пудра Laura Mercier, о которой мы поговорим в следующей. Но все же в этом году вперед вырвалась Our Glass, потому что она дает ну очень красивый эффект на лице. Она помимо того, что фиксирует макияж, она действительно его фиксирует, это очень важно, она также заполировывает поры и кожа становится просто идеальной. Не видно ни одной порки, ни впадинки, не видно текстуры кожи, кожа становится просто ровной, отполированной. И такое ощущение, что по коже прошлись... Кто поистюнил фотки, тот, думаю, понимает, о чем я говорю. И этот эффект достигается всего лишь благодаря одной пудре, за это я ее люблю. Она очень дорогая, поэтому, как видите, она у меня в мини-версии, но в мини-версии мне тоже хватает. Эта пудра расходуется невероятно экономно, и поэтому большое количество ее и мне понадобится. Следующий, давний фаворит, это пудра от бренда Lore Mercier в самом популярном оттенке Translucent. Эта пудра, скажем так, легенда Ютуба, здесь очень большой объем, на самом деле, такой одной пудры вам хватит на всю жизнь. Я сколько ею пользуюсь, а я последние три года ей пользовалась чуть ли не каждый день, и ее все еще внутри очень-очень много. Хорошая пудра для визажистов, для собственного использования, она хорошо фиксирует макияж, совершенно она не видна на коже, она не подчеркивает никакие недостатки кожи, она не выделяет ни консилер, ни тональное средство. Просто прекрасная, хорошая и действительно рабочая пудра. Третье место среди рассыпчатых пудр у меня делят Evelyn, Matte My Day банановая и также Cover FX. Давайте сначала поговорим про Evelyn. Подобные пудры есть не только в банановом варианте, есть еще, по-моему, с персиком, еще с чем-то. На мой взгляд, они все работают одинаково и отличаются скорее только запахом и упаковкой. Это бюджетная пудра, но мне уже писали в комментариях, что на самом деле, если пересчитать стоимость одного грамма этой пудры, то выходит достаточно дороговато. И если вы пользуетесь только одной пудрой, то, возможно, вы будете на нее, в общем-то, тратить достаточно много денег, потому что она будет быстро заканчиваться. У меня, как видите, эта пудра еще далека от того, чтобы закончиться, хотя пользовалась я ей немало. Как правило, я ею пользуюсь во время съемок. Она у меня лежит рядом с моим съемочным местом и всегда я ее использую для видеосъемки. Она хороша тем, что она матирует кожу, она действительно фиксирует макияж и она тоже придает небольшой эффект блюра, что для моей кожи очень важно. Для тех, кто впервые на моем канале рассказываю, кожа у меня проблемная, она очень текстурная, расширенные поры, и поэтому для меня подобные пудры – это спасение, потому что они делают кожу действительно более-менее симпатичной. Единственный минус этой пудры, помимо ее большой стоимости на грамм, это то, что иногда все же, особенно когда жарко, данная пудра пропускает жирный блеск и нужно частенько ее обновлять. В этом плане Laura Mercier и Hourglass работают чуть-чуть получше. И совсем забыла сказать, что внутри у этой пудры также идет пуховка, пуховка очень удобная, я ею действительно наношу эту пудру, и сама пудра вот такая. Пудра от Cover FX у меня тоже идет в мини-формате, как вы могли заметить, мини-форматы я люблю, потому что косметики много, и полноразмерная косметика далеко не всегда, на мой взгляд, нужна. Особенно таким бьюти-маньякам. Данная пудра интересна тем, что у нее нету талька в составе, и это прекрасно. Здесь идет вот такая хорошая заглушка, благодаря которой пудра никогда не высыпается. И сама пудра очень мелкого помола. Она неплохо фиксирует макияж, но она тоже может пропускать жирный блеск чуть раньше, чем другие пудры. Это ее минус. И остальные рассыпчатые пудры я быстренько вам покажу, потому что на самом деле практически все из них я убрала уже за грамма ротины, чтобы кому-нибудь раздать. Первая пудра вот такая вот, Everyday Minerals Base. Я ее брала на iHerb. Это минеральная пудра. Ее я убираю, потому что она не то чтобы хорошо фиксирует, и цвет ее очень желтый, и мне она не подходит. К сожалению, пока так никому и не придумала, кому я ее отдам, поэтому она лежит у меня и ждет своего нового хозяина. Пудра No More Tears. Это бренд Mixit. Она мне попалась в бьюти-боксе от марка Кауфмана, и я ее, как ни стыдно признать, так ни разу и не попробовала. Во-первых, у меня в последнее время идет небольшое предубеждение против бренда Mixit, хотя, как видите, здесь идет сразу же пуховка очень удобная. Сама пудра вот такая прозрачная, и, наверное, она ничего, но у меня много других, как видите, пудр, и просто до нее руки не доходят. Я так думаю, что, возможно, я ее буду использовать, когда у меня закончится одна из предыдущих пудр, но это случится очень и очень не скоро, поэтому, вероятнее всего, я просто найду ей другого хозяина. Также очень хорошая вот эта пудра от бренда Focalure. Это китайский бренд, но очень крупный и достаточно качественный. Здесь, ну, скажем так, это не косметика из перехода. Это действительно крупный китайский бренд, который профессионально занимается косметикой и к которому есть определенное доверие. Пудра очень даже неплохая, здесь очень классная упаковка, она стеклянная, она добротная, и упаковка у этой пудры получше, чем у многих люксовых пудр, откровенно говоря. Очень красивый здесь рисунок. Внутри тоже идет пуховка очень удобная и действительно удобная вот такая сеточка, благодаря которой не высыпается слишком много продукта. Действительно, неплохая пудра, хорошо фиксирует макияж, ничего плохого про нее сказать не могу. Не использую, потому что, как видите, ну, очень много других вариантов, и если поставить на свой рабочий столик абсолютно все, что есть, то место очень быстро закончится. И последняя рассыпчатая пудра это RCMA, ее я покупала, конечно же, на Beauty Bay, не знаю, продается ли она где-то еще, покупала, как вы можете понять, по совету Ленский Бьюти. Здесь невероятно большой объем, столько вам в жизни никогда не пригодится, и, честно говоря, я так и не полюбила эту пудру, так как Лена. Мне почему-то она не очень зашла. Не зашла она, во-первых, потому что здесь очень неудобный дозатор. Как видите, очень большие дырочки, и высыпается очень много пудры. Просто нереальное количество. Запихивать ее обратно, это потом уже не вариант, но и использовать все, что высыпалось, в общем-то, тоже. В общем, неудобная упаковка, и я не очень люблю белого цвета пудры вот такие. Они хоть и являются прозрачными, но у меня постоянно есть ощущение, что они выбеливают. В общем, не мой любимый вариант. Я ее, конечно, хороню, но, честно говоря, даже не знаю зачем. Возможно, от нее стоит избавиться. Ну и вторая часть — это спрессованные пудры. На самом деле, спрессованные пудры, которые у меня есть, можно расстелить на две категории. Первая категория — это матирующие спрессованные пудры, которые затирают кожу и придают эффект блюра. И вторая категория — это пудры с эффектом сияния. Давайте сначала разберемся со второй категорией, то есть с пудрами, которые придают сияние, потому что, ну, пудры из первой категории, они на самом деле все друг на друга очень сильно похожи. И там практически ничего особенного про каждую пудру сказать нельзя будет. Первая такая пудра — это пудра Dior. Мы ее вместе с вами пробовали в одном видео. Можете перейти и посмотреть. Данная пудра позиционируется очень странно. Она одновременно должна давать и матирующий эффект, и подсвечивать кожу. В общем, производитель сам не знает, что должна делать эта пудра. И здесь, внутри этой пудры, есть маленькие-маленькие сияющие частички. Их сейчас, наверное, даже не видно. Данная пудра, на самом деле, мне не очень понравилась. Не понравилась чем? Во-первых, она очень плотно спрессована, и ее трудно набирать кисточкой. Это первый момент. И второй момент. Она, нельзя сказать, что матирует, нельзя сказать, что она придает суперсияние, нельзя сказать, что она как-то фиксирует макияж. В общем, у нее очень непонятная цель. И если мы говорим чисто о сияющей коже, то я этого могу добиться благодаря многим тональным средствам. И пудра мне для сияния кожи, по факту, не очень-то нужна. Следующий вариант, это вот такая палетка пудр от бренда Our Glass. Вот сзади, что у нее написано. На самом деле, эта палетка не то, чтобы моя любимица, потому что ее эффект тоже не совсем ясен. Здесь три пудры, все три имеют подсвечивающий эффект. Но этот эффект настолько деликатный, настолько нежный, что его крайне трудно рассмотреть. И именно поэтому моя рука не очень часто тянется к данной палетке. Обычно, когда я ее использую, у кожи действительно появляется небольшое такое сияние, совсем небольшой благородный отблеск. Но этот отблеск уже очень малозаметный. А я, как сорока, все-таки люблю то, что будет сильно заметно. Вот этот оттенок, самый крайний, можно использовать иногда как бронзер. Но, как видите, практически ничего на коже не видно. И, соответственно, это нечто очень полуполупрозрачное. Здесь даже на сочах нельзя передать то, какой эффект они придают. Эти пудры очень странные. И если вы давно думаете о приобретении подобной пудры, я бы советовала их лучше либо не брать, либо брать на очень серьезных скидках. Потому что эффект, ну, действительно очень сомнительный. Теперь давайте поговорим обо всех остальных спрессованных пудрах. Самая, пожалуй, бесполезная у меня это вот такая пудра от некого бренда Космо. Я ее покупала в Таиланде. И меня заинтересовало здесь то, что у этой пудры SPF 50. Но там нельзя было, к сожалению, посмотреть на оттенок. Но очень такой желтый. И мне он совершенно не подходит. Поэтому данной пудрой я, к сожалению, не пользуюсь. Следующая тоже достаточно бесполезная пудра. Это вот такая пудра от NYX. Как видите, здесь уже протерта дырка. Все дело в том, что она действительно бесполезная. Просто я ею пользовалась, когда только начинала свой макияжный путь. Тогда я действительно пыталась найти у нее какой-то эффект. И он поначалу был, но быстро жирнится. Вот буквально ты ее нанес, и через пару часов ты как жирный блинчик. Я, конечно, не совсем понимала, от чего это вызвано. И не сразу связала это с действием пудры. И потом я уже, когда поняла, что происходит, я начала ею пользоваться исключительно для закрепления макияжа под глазами. Но сейчас, как видите, я ей уже давным-давно не пользуюсь. И на самом деле ее бы нужно выкинуть. Пудра от ELLEAN. У меня был отдельный обзор на бренд ELLEAN. Оставлю здесь ссылочку. Мне ELLEAN, повторяюсь, ничего не платили. И даже ничего не присылали. Это все полностью приобретено на мои деньги. Это хорошая спрессованная пудра. Она дает красивый эффект. Она действительно блюрит кожу, блюрит поры. Она делает кожу более красивой, более выровненной. От текстуры кожи она матирует кожу. На самом деле, действительно классная, хорошая пудра. И периодически я ею пользуюсь. Но, как я уже говорила, основное предпочтение я все же отдаю рассыпчатым вариантам. Вторая очень хорошая пудра спрессованная это Maybelline Fit Me. Я ею тоже очень мало пользовалась, потому что, как видите, у меня есть много других вариантов, что можно использовать. Но она дает точно такой же эффект, как и ELLEAN. То есть, блюрит кожу, матирует, скриптуру. И, в общем, хорошая, простая и бюджетная пудра. Здесь внутри, кстати, тоже есть пуховочка. Кстати, очень страшная и очень бесполезная. Это пудра от Stellar. У нее очень такая большая упаковка, как видите. Именно поэтому мы с ней и не особо подружились. Я не люблю большие упаковки. И вот это, это Magnit Cosmetics, в котором я покупала, собственно, косметику Stellar. Налепил свои этикетки прямо на лицевую сторону. Здесь у нас одна сторона это пуховка. Вторая это пудра. Тоже матирует, тоже блюрит. Если носить с собой, то удобно. Потому что есть пуховка, есть зеркало. Но, опять-таки, достаточно большая упаковка. И если у вас маленькая сумочка, то, наверное, не стоит брать подобную пудру. Потому что она займет очень много места. Пудра Charlotte Etila Barret обладает точь-в-точь таким же эффектом, как и предыдущие. Матирует, блюрит кожу. Но нельзя сказать, что я большой фанат этой пудры. У многих блогеров эта пудра, скажем так, фаворит. Она много где мелькает. Но у меня с ней так и не произошла любовь. Не произошла почему? Хоть она и матирует, и блюрит кожу. Но также, как мне кажется, с этой пудрой у меня кожа быстрее жирнится. И поэтому она не стала моим фаворитом. Потому что есть другие пудры, с которыми, ну, жирный блеск проступает меньше. Я, конечно, люблю сияние кожи, но я люблю именно сияние кожи, а не жирный блеск, как будто бы я чебурек, только что поджарившийся. Поэтому, ну, не является она моим фаворитом. И следующие две пудры, это пудра от Estrade Super Selfie. Мега бюджетная. Estrade очень-очень бюджетный бренд. Вот такая здесь не очень симпатичная пуховочка. Эффект точно такой же. Я бы сказала, что эта пудра практически полный аналог пудре от Charlotte Tilbury и остальных, которые я только что показала. Хорошая рабочая пудра. Просто, как видите, у меня таких пудр с подобным эффектом уже штук пять начислилось, и поэтому нет смысла держать на своем рабочем столике пять пудр с одинаковым эффектом. Просто нет в этом никакой логики. Я надеюсь, вы меня понимаете. И пудра от бренда Color Pop. Опять-таки, все то же самое могу про нее сказать. Тот же самый эффект. Тоже неплохая пудра, но эффекты мне просто не нужны. Вы же, если хотите себе пудру с таким эффектом, просто выбирайте ту ценовую категорию или же тот бренд, который ближе вам. Во всем остальном они практически одинаковы. Следующая пудра это L'Oreal Infallible Fresh Wear. Данная пудра отличается тем, что у нее очень высокая степень пигмента. Эта пудра разлетелась буквально по всему тиктоку, по всему ютубу, потому что она дает вау-эффект. Ты наносишь ее на кожу, и она выравнивает все. Просто что бы она ни встретила на своем пути, какой бы прыщ, покраснение, шрам, рубец, все что угодно, она визуально все скрывает и делает кожу вот такого цвета, какого цвета пудра. Но мне эта пудра не понравилась, потому что, во-первых, эта пудра очень сильно сушит кожу, а во-вторых, я все же не рекомендую ее использовать как тональное средство, потому что эту пудру очень сильно видно на лице. Помимо того, что она высушит вам кожу, вы посмотрите на себя вблизи и увидите такой слоеный пирожочек, покрытый непонятно чем, что, скорее всего, вам станет плохо от того, как вы выглядите в зеркале. Поэтому я эту пудру не полюбила, ее очень сильно видно на коже. Ее можно использовать не как тональное средство, а как просто пудру, но в таком случае она тоже слишком плотная, не то чтобы как-то она хорошо фиксирует. Нет, фиксирует она нормально, но слишком уж она плотная для просто фиксирующей пудры. И еще одна пудра, про которую забыла рассказать, это вот такая пудра от бренда Wet n Wild. Одно время я ею часто пользовалась, покупала ее по наводке Lensky Beauty, но так с ней особо и не подружилась. Эта пудра тоже с сияющим эффектом, она, ну скажем так, незаметно сияет, вот если ее так много набрать, как я сейчас, то небольшой сияющий эффект есть. Но когда вы ее набираете кисточкой, то эффект на лице рассмотреть крайне сложно. И поэтому я с ней и не подружилась. Эффект я видела в основном только на камере. И для видеосъемки я ее использовала. Но, как видите, любовь прошла, завяли помидоры, есть другие пудры, которые дают более сияющий эффект, есть тональные средства, которые дают сияющий эффект. И сейчас я этой пудрой пользуюсь нечасто. Ну что ж, это все, что я хотела вам показать. Я напоминаю, что вы можете написать в комментариях ваш запрос, какое видео сделать следующее. Возможно, это будет такое же видео, только не про пудры, а про хайлайтеры. Возможно, вы хотите обзор на какой-то бренд или на определенное средство. В общем, обязательно пишите все, что хотите в комментариях. Для блогера ваша обратная связь, это самое важное. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Я очень надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока!